Виктор Владимирович, есть ли способ быстро восстановить себя после сильного стресса и физической нагрузки? Когда на следующий день встаешь и буквально состояние разбитости, каждая мышца болит и вообще не знаешь, как вообще начать сегодняшний день? Ну, наверняка вы знаете расхожий фразеологизм, клин клином ошибает. И наши далекие и недалекие предки обычно такие вещи, как физические переутомления, на следующее утро снимали или саунами, или банями, или утехами различными, которые были связаны с переносом тяжестей, или с козьбой травы, сена. Ну, современный человек не может себе каждый день позволить этих вещей, а условия сегодняшней жизни, конечно, говорят о том, что именно физическая активность зачастую не попадает в тот разряд тренированности человека. И поэтому сам факт перенакопления молочной кислоты, который формирует вот такое устойчивое состояние разбитости, он с трудом покидает человеческий организм. Мы приглашаем вас с профессором Татьяной Адиной Картавенко на наш очередной авторский вебинар. Ссылочка под этим видео. Не проходите мимо! Ну, в общем-то, что в этом случае мы можем сделать самостоятельно, своими руками? Есть разряд упражнений, которые очень хорошо снимают эти вещи. И мы с вами, Татьяна Владимировна, вот специально под эти проблемы разработали несколько препаратов. И я считаю, что очень яркими представителями этих препаратов, которые очень хорошо снимают мышечную нагрузку, которые очень хорошо усиливают мышечную активность, активно выводят молочную кислоту, укрепляют состояние печени. Это вот наш замечательный препарат под названием Санто-Белит и препарат нашей фамилии Картавит. Вот в сочетании друг с другом, как говорят в ансамбле, в коллаборации друг с другом, они очень хорошо в течение полутора-двух дней снимают все эти проблемы. И здесь очень важно понимать, уважаемые коллеги, уважаемая Татьяна Владимировна, что вот немногие, к сожалению, даже наши коллеги по медицинскому цеху понимают о том, что если мы не купируем физическую нагрузку, если мы не купируем проблемы, которые связаны с перенакоплением молочной кислоты, мы крайне негативно влияем на состояние наших митохондрий. А наши митохондрии, это наша фабрика по производству энергии. И вот, пресловутая аденозин-трифосфорная кислота, или АТФ, которая является основным источником нашей энергии, она в буквальном смысле не реализуется, она не синтезируется из моноструктур, которые вырабатываются в митохондриях. Таким образом, что происходит? Митохондрии забывают о своем основном функционале, передают части энергообразующих химических структур селезенки, передают часть химических структур поджелудочной железе. Отсюда, кстати сказать, пресловутый метаболический синдром. Отсюда, кстати, и ноги растут у того, что сейчас звучит из каждого утюга, из каждой стиральной машинки. Это пресловутая инсулинорезистентность, хотя до конца даже эндокринологи не понимают, что такое инсулинорезистентность. А по сути дела, это мы сами себя начинаем истязать, сами себя начинаем накручивать, в лучшем смысле этого слова, заставляя астротилам герганса вырабатывать повышенное количество инсулина, для того, чтобы переработать вот эти все метаболиты, которые у нас в организме происходят, зачастую нетренированном, в результате физической и психоэмоциональной активности. И следующий шаг, конечно, это прерывание, так называемой, кишечно-мозговой оси или кишечно-мозговой лестницы, в которой огромную роль играет такой химический, будем говорить, компонент, как дофамин. И тогда, когда у нас начинает преобладать молочная кислота, которая не утилизируется печенью, дофамин, буквально в смысле начинает разрушаться. И что-то оно у нас получается, у нас начинает преобразовываться все вот эти вот дофамина и постдофаминовые реакции в состояние торможения. И опять мы с вами о чем начинаем вспоминать? О когнитивном диссонансе. Мы начинаем с вами вспоминать о раннем, почему-то для многих неврологов, психиатров, общим местом сейчас стало рассуждение об раннем увядании мозга, о раннем Пархинсоне, о раннем Альцгеймере. При всем при этом абсолютно и назначается огромное количество ноотропов, и при всем при этом абсолютно почему-то уничижается роль, или даже не вспоминается роль печени в этом смысле, не упоминается роль желчелогики в этом смысле. Мы никаким образом не вспоминаем о наших огрехах детства, юности, которые связаны с теми или иными обстоятельствами гастрономических перверсий. И в этом смысле, конечно, мы становимся заложниками сами себя в этом смысле. Поэтому вот кроме препаратов, которые мы настоятельно советуем, мы сами употребляем зачастую горстями, как мы не стесняемся говорить нашим клиентам и пациентам в клинике, я еще могу показать несколько упражнений, которые очень хорошо в этом плане регулируют характер тканевого дыхания. Итак, два упражнения, которые очень хорошо освобождают организм от избытка молочной кислоты, позволяют вашим мышцам очень быстро вернуться в рабочее состояние. Это упражнения, которые помогут вам снять боль в мышцах. Итак, первое упражнение, это упражнение, которое называется «Сила бамбука». Вот таким образом вам надо соединить свои ладони между собой, вывести на состояние, на уровень солнечного сплетения, на расстоянии 10 сантиметров, глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и, не дыша в течение 5 секунд, попытаться разорвать свои руки. Вдохнули, резко выдохнули. Обязательно восстанавливайте дыхание. Как только вы восстановите свое дыхание, обязательно переходите к упражнению, которое тоже замечательно снимает боль в мышцах. Это упражнение под названием «Боннэйти». Что вы для этого делаете? Для этого вам нужно вот таким вот образом поставить свои ладони на середину грудной клетки, на середину грудины, глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и, не дыша в течение 5 секунд, искупать себя в аплодисментах. Вдохнули, выдохнули. И опять же восстанавливайте свое дыхание. Обратите внимание, как улучшается кровоток, как улучшается работа мышц, которые фиксируют грудную клетку, как улучшается работа верхнего плечевого пояса, повышается мобильность шеи, улучшается кровенаполнение мышц в целом организме. И таким образом мы с вами запускаем механизм улучшения работы нервной системы, результатом которого становится снятие боли в мышцах. Виктор Владимирович, объясните, пожалуйста, почему после этих упражнений проходит боль в мышцах? Ведь вы говорите, накапливается большое количество молочной кислоты, и вот из-за этого такие боли. А куда после упражнений девается тогда молочная кислота? Что происходит в организме? Молочная кислота в буквальном смысле сгорает в печеночных клетках. Она очень быстро утилизируется. И вот эти вот самые состояния, которые вызывают болезненные симптомы, болезненные ощущения, они исчезают, потому что вырабатывается большое количество замечательной желчной кислоты под названием тауриновая кислота, которая дает мощь, которая дает силу, которая дает обновление. Недаром эту желчную кислоту назвали греческим именем быка, таурус. То есть в воплощении силы, в воплощении мощи, в воплощении неутомляемости. Или неутомимости, как вам угодно. Поэтому боль, она исчезает, потому что нету самого раздражителя. Молочная кислота, это вот тот самый пресловутый ежик в тумане, на который бы вы наступили, если бы шли босиком по ночной тропинке, встретили бы там ежа. Так вот молочная кислота, это тот самый еж, на который вы идете и постоянно наступаете. Вот мы у этих ежиков сразу таурином, бык приходит и разгоняет ежей. И вам становится счастье, и вам становится хорошо. Но имейте в виду, что постоянно, постоянно эксплуатировать эту тему нельзя. В быках, да? Да, почему? Потому что вот сейчас очень модно стал прием энергетиков. И как раз таки в основе энергетиков, я имею в виду напитков энергетических, лежит применение искусственной желчной кислоты под названием тауриновая кислота. Но ее постоянно эксплуатировать нельзя. Почему? Потому что она очень быстро разрушает. Сама по себе. И вы становитесь своеобразным, будем говорить, зависящим человеком. Потому что не воспроизводя естественным путем, вы подсаживаетесь, как сейчас принято говорить, на искусственную. И желчь, так сказать, та центральная желчь, которая, чтобы вам было понятно, что такое центральная желчь, это орган под названием эпифиз, который контролирует выход желчи нашей, периферической. А он тесно связан с процессом пищеварения. Он начинает просто выключать. И человек находится в поисках, буквально. Он становится тауриновым наркоманом, если вам угодно. То есть ключевой момент и снятие боли, и получение энергии, это выработка полноценной желчи. Которую мы сами можем вырабатывать, производить, запускать в работу. И не нужны нам никакие дополнительные химические усилители. О том, как это делать, и о целой триаде желчи, мы подробнее поговорим в ближайшее время на вебинаре. И вы сможете сами, своими руками запускать вот такие восстановительные процессы. Конечно. И добиваться состояния, когда ваша желчь будет здоровой, которая поможет пережить все невзгоды, все стрессы, получить большое количество сил, запас энергии, и быть готовым не только к испытаниям, но и даже к развитию, обучению, новым свершениям, новым завоеваниям, новым победам. Да. И, в общем-то, если вещи назвать своими именами, недаром у... Одновременно, я не могу сказать, но недаром у многих ученых знаменитых, которые вошли в Плеяду, которые вошли в аналы медицинских авторитетов, таких, как доктор Бехтерев, такой, как... Такие, как врач и ученый Зигмунд Фрейд, такие ученые, как Сеченов, как Иван Петрович Павлов, в кабинетах висели... Висели репродукции знаменитой картины похищения Европы. И если мы разберем этимиологию, этимиологию, то вот, и даже, скорее, не... Но этимиологию, происхождение, что такое похищение Европы, кто похищает? Европу похищает бык. А Европа всегда олицетворялась символом беды, символом боли, символом несчастья. То есть уже за многом... До того, как биохимически эти вещи были уложены в систему формул, понятных для специалистов, и даже на обывательском уровне. В общем-то, вот видите, в идее самой похищения боли, освобождение человека от боли, как раз-таки лежал божественный символ силы быка, неутомимости его, которая с легкостью уносит из человеческого бытия боль, которая олицетворяла собой символ Европы. Ну, наверное, так. Может быть, несколько заумно для какой-то части публики. Ну, тем не менее. И, конечно, пользуясь случаем, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы приглашаем вас с профессором Татьяной Владимировной Картавенко на наш очередной авторский вебинар, на котором мы будем говорить о триаде желчелогики, о котором мы будем говорить о механизмах самой взаимопомощи нашей желчи замечательной, о том, как необходимо нам ее поддерживать, как нам необходимо ее реконструировать, как необходимо нам поддерживать механизмы пластичности нашей желчи. Потому что, как раз-таки, чем пластичнее наша желчь, тем она лучше созревает, тем дольше и лучше мы живем. Во всех смыслах этого слова. Ссылочка под этим видео. Не проходите мимо. Приходите, регистрируйтесь, слушайте, записывайтесь, задавайте вопросы. С удовольствием мы с Татьяной Владимировной будем на ваши вопросы отвечать. Субтитры подогнал «Симон»!